Достаточно просто назначить МРТ малого таза для диагностики рака предстоятельной железы, то есть нужно назначить именно МРТ предстоятельной железы. Это вовсе не означает, что при оценке изображений мы посмотрим только саму предстоятельную железу. Конечно, мы оценим и другие органы, но это принципиально важно, поскольку именно при МРТ предстоятельной железы мы правильно сориентируем срезы и дополним протокол правильными импульсными последовательностями. Итак, расскажу подробнее. Изначально несколько лет назад мультипараметрического протокола не было, и наш протокол состоял из Т1 и Т2 взвешенных изображений, которые были направлены на функциональные характеристики, то есть на локорегиональное стадирование. У нас было не так много инструментов для оценки выявленных изменений в железе. Спустя несколько лет с развитием технологий, программного обеспечения, аппаратуры, мы можем теперь оценивать функциональные изображения, такие как диффузионно-взвешенные изображения, динамическое контрастирование и спектроскопия, которая является опциональной, но как бы необязательной. По операцию она сейчас в выполнении спектроскопии не требуется. И такой протокол мультипараметрический, он ориентирован на выявление клинически значимого рака предстательной железы, то есть того рака, который требует лечения в данный момент. Ориентирован на дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных изменений, выявление тех опухолей, которые, точнее не выявление, возможно, тех опухолей, которые не требуют лечения, то есть не окажут значимого влияния на продолжительность жизни пациента, тем самым можно избирать, будет неоправданное лечение и какие-то ненужные биопсии. И такой протокол, на что он направлен? Он направлен на выявление опухоли, на ее характеристику, на локализацию опухоли, выявление групп активного наблюдения, выявление рецидива и навигацию при биопсии. Получив все эти данные, мы сможем таким образом, наши коллеги смогут таким образом спланировать дальнейшее лечение, будь то хирургическое лечение, лучевая терапия или же гормональная терапия. И смысл бороться за мультипараметрический протокол есть, поскольку по литературным данным показатели чувствительности и специфичности методики достаточно высоки. Что касается рекомендаций общества в урогенитальной радиологии, то на настоящий момент минимальная мощность магнитного поля для оценки изменений в предстоятельной железе это полтора Тесла. На самом деле, если хорошо, или же три Тесла, на самом деле, если хорошо выполнить исследование, будь то полутора Тесловая машина или трехтесловая машина, соблюсти все рекомендации, подготовить пациента, правильно выставить срезы, изображения на одном и другом аппарате достаточно сопоставимо и зачастую разницу мы можем практически не увидеть. Что касается интерактальной катушки, то на настоящий момент ее использование не рекомендуется, но в целом является опциональным. Кто-то использует, кто-то не использует. Так выглядел протокол сканирования предстоятельной железы несколько лет назад, ну примерно лет пять. Как я уже сказала, у нас были в основном Т2 взвешенные изображения, Т1 взвешенные изображения, в лучшем случае изображения high resolution в одной плоскости, и не всегда было даже внутривенное контрастирование. Такой протокол занимал в среднем минут 10-15, и мы могли за полчаса просканировать сразу нескольких человек. Однако сейчас мультипрометрический протокол сканирования состоит из большого числа импульсных последовательностей и занимает примерно два раза больше времени, примерно полчаса. И нашей задачей является, как лучевых диагностов, мы работаем в тесном контакте с нашими лаборантами, которые, без них ничего бы это не получилось, они присутствуют вместе с пациентом в время сканирования все эти полчаса. Они контролируют, как получилось изображение, они контролируют отсутствие артефактов, они контролируют в целом состояние пациента, и в той или иной ситуации даже способны сами скоррелировать наклон с резом, что очень важно. И таким образом мало накидать большое количество импульсных последовательностей в протокол, самое главное сделать так, чтобы все эти множественные последовательности сработали так, чтобы нам максимально просто было интерпретировать эти изображения. Как я уже сказала, протокол сканирования занимает около полчаса, и об этом должен знать не только лаборант и доктор, но и также сам пациент, он должен быть к этому готов. Вот так выглядят основные параметры протокола сканирования. В целом, по версии последнего операции 2.1 не особо они отличаются от предыдущего операции. Единственное, что при временном разрешении, при динамическом контрастировании допускается время не более 15 секунд, а раньше оно было не более 10 секунд, предпочтительно 7 секунд. Но в целом это не критично, то есть кто как хочет, так и использует. Итак, разберемся с протоколом более подробно. Первое, это наши основные, это два взвешенные изображения, которые мы выполняем. Они нативные, они не требуют введения контрастного препарата, мы их выполняем в нескольких проекциях. Первая проекция, это сагитальная плоскость, на которой, в принципе, мы разбираемся, где находится предстоятельная железа, можем увидеть ее анатомию, ее, которую в дальнейшем мы, изменения, которые мы находим на Т2 взвешенных изображениях, в дальнейшем мы должны отразить на схеме, которую мы используем в нашем протоколе описания. Т2 взвешенные изображения необходимы для оценки зональной анатомии железы, для стадирования, и они являются доминантными для оценки изменений в транзиторной зоне. Одной из важных импульсных последовательностей является изображение High Resolution в аксиальной плоскости. Это изображение с небольшим полем обзора, это изображение, у которого толщина среза не более 3 мм, и самое важное, они должны быть ориентированы строго к перпендикулярной периферической зоне железы. Поскольку чаще всего рак встречается в периферической зоне, то по умолчанию мы делаем эти прицельные срезы перпендикулярно периферической зоне, и можем без труда выявить очаг подозрительный на опухолевую ткань. Аналогично мы ставим срезы при получении корональной плоскости, также изображение прицельное, это два взвешенные, а толщина среза также не более 3 мм, и также мы используем небольшое поле обзора. И мы плоскость корональную ориентируем строго перпендикулярно периферической зоне. И также видим подозрительный очаг, который помогает, данная плоскость сканирования помогает нам оценить, помимо самого очага, мы также можем заподозрить распространение процесса на клетчатку, либо инвазию опухоли в семенной пузырек. К сожалению, случается так, что мы консультируем исследования из других центров, и приходят очень хорошие изображения, как данный клинический пример, то есть здесь нет артефактов от перистальтики, есть тонкие срезы, было динамическое контрастирование, прицельная диффузия. Единственное, что было не так, это неправильная ориентация срезов, которая, собственно, загубила все исследование. То есть по правилам сканирования мы должны ориентировать срезы строго перпендикулярно периферической зоне. Здесь же они ориентированы достаточно косо, то есть по идее строго перпендикулярно переходной зоне. Однако подозрительный очаг, который мы видим по периферии, вероятный подозрительный очаг, оценить по таким косым срезам достаточно затруднительно. То есть мы можем переоценить распространение процесса на клетчатку, размеры опухоли и так далее. Если опухоль находится в транзиторной зоне, что бывает достаточно редко, то, конечно, при ориентации среза в перпендикулярной периферической зоне мы можем также переоценить распространение процесса на клетчатку. Поэтому в этой ситуации идеально, конечно, было бы, если бы мы ориентировали их вот таким образом. Но эта идеальная ситуация, так происходит не всегда, и зачастую бывает так, что обзорные Т2-звешенные изображения проходят перпендикулярно транзиторной зоне, поэтому мы можем, предположители, исключить распространение процесса на клетчатку. Следующая импульсная последовательность – это диффузионно-звешенные изображения, которые являются доминирующими в оценке изменений в периферической зоне. Если мы видим очаг на Т2-звешенных изображениях в периферической зоне, мы должны его проследить на диффузии. Обязательным требованием для диффузионно-звешенных изображений является наличие нескольких B-факторов, чтобы автоматически могла построиться карта ИКД. Мы используем несколько B-факторов – это 50, 800 тысяч и 1400 калькулируемую диффузию. То есть мы видим очаг в левой доле предстательной железы, мы его точно так же отслеживаем на диффузии, повышенный МР-сигнал, пониженный МР-сигнал на ИКД-карте, говорим о том, что это истинное ограничение диффузии, то есть более вероятно, что это опухоль. Еще дублирую требования под диффузионно-звешенных изображений, то есть это наличие высокого B-фактора, самый высокий фактор, его минимальное значение по требованиям поэрации должно быть не менее 1400, поскольку это значимо улучшает визуализацию опухоли. Это не менее чем два значения. Помните, что именно по диффузионно-звешенным изображениям в первую очередь мы оцениваем периферическую зону. Это очень важно. Следующей импульсной последовательностью, которая является ключевой при оценке изменений в периферической зоне, является динамическое контрастирование. Смысл динамического контрастирования в том, что мы вводим контрастный препарат вену и затем собираем изображение несколько раз во времени. В среднем время сканирования должно быть менее двух минут. Динамическое контрастирование хорошо тем, что мы можем визуализировать вот такой вот очаг в левой доле предстоятельной железы, который характеризуется более интенсивным очаговым накоплением контрастного препарата и более ранним по сравнению с неизмененной тканью. Если мы проведем обычное нединамическое контрастирование на этом фоне, вот этот очаг мы вряд ли сможем визуализировать. И это очень важно. Также динамическое контрастирование хорошо тем, что оно воспроизводимо. То есть мы вводим контрастный препарат с помощью инъектора, поэтому дозу мы рассчитываем из-за расчета 0,1 мм на килограмм массы тела по следующим введениям визораствора. Скорость инъекции в среднем составляет 2-3 мл в секунду. Общее время сканирования не менее двух минут. Временное разрешение, как уже было сказано, не более 15 секунд. Таким образом, при анализе мультипараметрического протокола сканирования мы должны иметь тонкосрезовые, прицельные, это два взвешенные изображения, диффузионно взвешенные изображения с ИКД-карты и динамическое контрастирование. Но кроме того, эти изображения должны повторять друг друга. То есть должно быть точное копирование геометрии, то есть срезы, межсрезовые расстояния, наклон. То есть каждая последующая импульсная последовательность не должна копировать предыдущую, чтобы мы могли этот очаг проследить на каждой импульсной последовательности и выставить соответствующую сумму по парадзу. Помимо прицельных импульсных последовательностей обязательно в протоколе сканирования обзорные. Для чего это важно? Во-первых, в случае, если эта опухоль распространенная, то мы должны оценить распространение изменений на рядом расположенные органы, мочевой пузырь, семенные пузырьки, прямую кишку. Верхняя граница сканирования должна быть хотя бы от уровня мыса крестца. Нижняя граница сканирования хотя бы от уровня лонного сочленения. Таким образом мы сможем оценить и лимфатические узлы, и изменения в костях таза, и какую-то сопутствующую патологию. Вот так вот в целом выглядит основной протокол, который необходим для того, чтобы визуализировать изменения в предстательной железе. И несколько минут я еще займу на то, чтобы рассказать о подготовке к исследованию, поскольку если даже мы провели этот протокол, но при этом пациент не подготовился, и мы не знали, как хотя бы минимально нивелировать эти артефакты, все наши старания и все это время будет потрачено просто впустую. Во-первых, это подготовка к исследованию. Пациент обязательно должен быть информирован о том, что накануне самого исследования он должен соблюдать диету, избегать газообразующих продуктов, по возможности опорожнить кишку перед исследованием, принять спазмолитики. Мы используем либо дротоверин, либо бускопан, либо можно вводить внутримышечный глюкогон. Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен, и установка катетера в вену. Артефакты от перистальтики встречаются чаще всего, и даже несмотря на то, что мы стараемся, каждый пациент, который приходит нам на исследование, он старается подготовиться и принять препараты, однако вы видите, что выражены артефакты от перистальтики. Да, мы получаем прицельные Т2 взвешенные изображения, но диффузионно взвешенные изображения в большей своей степени не информативны, в том числе и динамическое контрастирование. Если мы отправляем пациента подготовиться, это, опять-таки, возвращается к нам через несколько дней, это не гарантировано, что изображение получится намного лучше. И в этой ситуации нам приходится иметь дело, с чем мы имеем, то есть как-то оценивать эти изменения. В данной ситуации данного пациента мы справились с артефактами от перистальтики, однако не справились с газом в кишке. И, к сожалению, газ в кишке, он губителен для диффузионно взвешенных изображений, то есть для той импульсной последовательности, которая необходима для оценки изменений в периферической зоне. Этот газ, он может давать такие артефакты, что либо диффузия сама по себе будет не информативна, либо она будет имитировать опухолевые изменения. То есть в данной ситуации мы видим на диффузии повышение сигнала в правой доле железы и понижение его на ИКД-карте. Здесь мы вполне себе можем предположить, что это опухолевые изменения, хотя на самом деле это артефакты. Двигательные артефакты при избыточно наполненном мочевом пузыре пациенты испытывают дискомфорт, начинают двигаться, дышать. И вот мы видим вот такое нечеткое изображение, которое не подлежит интерпретации, хотя на самом деле должно выглядеть оно вот так. При наличии двигательных и дыхательных артефактов мы с ними боремся с помощью специальных утяжелителей. Это либо мешки с песком на животе, либо мы стараемся объяснять пациентам, как правильно дышать, то есть стараться дышать не животом, а грудной клеткой. И тогда мы из таких изображений получаем вот такие. Еще один момент, который достаточно сильно затрудняет нам диагностику, о чем сегодня уже было сказано, это постбиопсийные изменения. Чаще всего мы видим их в периферической зоне предстательной железы или в семенных пузырьках. Они выглядят как яркий сигнал на фоне неизмененной ткани. К сожалению, наверное, примерно в 50% приходят пациенты на МРТ уже после выполненной биопсии. И, конечно, не каждый пациент после биопсии вот с такими вот изменениями, однако все же они существенно затрудняют нам интерпретацию изображений. Как уже было сказано, по литературным данным говорят о том, что если на фоне... Во-первых, стоит также отметить, что постбиопсийные изменения в среднем могут сохраняться в течение года. И это мы можем видеть как на Т1, так и на Т2 взвешенных изображениях. Однако в случае, если все-таки МРТ предстательной железы выполняется после биопсии, и у нас цель стадировать, то рекомендуется выполнять исследование промежуток хотя бы 6 недель, чтобы прошел. Но если цель стоит выявление опухоли, тогда промежуток никакого в целом следовать не стоит. Еще из выраженности постбиопсийных изменений мы можем видеть вот такие вот гематомы по периферии самой железы, которые стелятся даже вдоль периферической зоны. Это, опять-таки, тоже затрудняет нам оценку изменений. Кроме того, постбиопсийные изменения могут привести к тому, что мы перестадируем опухоль, поскольку вот на данном слайде мы видим, что есть какие-то изменения в правой доле предстательной железы, и вот такая вот нечеткость контура, которая проецируется как раз-таки на уровне геморрагии постбиопсийной. Здесь мы не можем исключить обстранение опухолевого процесса на парапостатическую клетчатку. Однако после выполнения хирургического лечения здесь выхода за пределы капсулы не было. То есть это все именно имитация постбиопсийных изменений, которые мы можем принять за распространение. Бывают ситуации еще хуже, когда выраженные постбиопсийные изменения симулируют инвазию опухоли в стенку прямой кишки. Но с учетом диффузионно-извешенных изображений, с учетом динамического контрастирования, мы все-таки больше склоняемся в сторону того, что это постбиопсийные изменения, и, соответственно, при гистологии опухоль была выявлена как в правой доле, так и в левой доле, однако все было в пределах железы. И также стоит отметить артефакты от металла. Это то, с чем мы бороться не в силах. Если с перистальтикой мы можем подышать, мы можем положить мешки с песком, то от артефактов от металлических конструкций, преимущественно в забирательном суставе, нам никак не избавиться, и в этой ситуации нас спасают либо это два взвешенные изображения, либо динамическое контрастирование, если повезет, поскольку диффузионно-извешенные изображения оказываются абсолютно неинформативны в данной ситуации. Выполнив все эти требования, подготовив пациента, мы уже можем оформить отчет в виде письменного и графического изображения очага. В качестве заключения хотела бы сказать, что мультипараметрическая МРТ предстоятельной железы у нее нет других аналогов. То есть это самая точная методика для выявления локализации клинически значимого рака на этапе до биопсии. Соблюдение методики сканирования и параметров сканирования это как бы обеспечит нам успех данной операции, потому что исследование само по себе объемное, оно сложное, оно дорогое, и максимально нужны все силы, чтобы получить этот стандарт. А именно, два взвешенные изображения, диффузия, динамическое контрастирование, идентичная геометрия, это очень важно. Без этого мы не сможем интерпретировать правильное изображение. Мы имеем в виду толщину, срезы, расстояние, число срезов и наклон блока. Мощность магнитного поля не менее 1,5 Тесла. Использование эндректальной катушки не рекомендуется, либо опционально. Обязательно подготовить пациента. И лучше выполнить МРТ до биопсии, чем после. К сожалению, как я уже сказала, не всегда мы попадаем. И это дело не только в пределах метода, это опять-таки дело и в квалификации рентгенолога. Вот в Европе почему-то говорят, что минимум 10 МРТ предстоятельной железы в неделю нужно описывать для того, чтобы более-менее в этом что-то понимать. Поэтому практика, 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 еще раз практика. И в этом есть смысл, потому что с учетом развития эры Пайратса показатели чувствительности увеличиваются. Сейчас они достигают 95%. То есть мы от препарации дошли до Пайратса 2, 2.1. И мы в ожидании какой-то новой методики, которая нам еще большие цифры даст. То есть сейчас на данный момент это Пайратс 2.1, о котором дальше будет рассказано. Спасибо большое за внимание. Командная работа – это очень важно. Анна Сергеевна, как всегда, очень содержательно и понятно о сложных вещах. Что мультипараметрическое МРТ – это достаточно сложно. Не только прочитать, как мы сейчас, наверное, узнаем, но и сделать. Есть вопросы? Если можно, то есть комментарий маленький плане действительно на МРТ и биопсии. Я думаю, что мультипараметрическое МРТ нежелательно до биопсии, а оно исключительно до биопсии. Это надо сегодня понимать, что если мы используем МРТ и хотим мультипараметрическое, и хотим соответствующее заключение, то, естественно, оно должно быть сделано до биопсии. В этом и смысл клинический очень большой. Если же это делается после биопсии, то нужды в мультипараметрическом МРТ уже никакого нет. То есть, все, что вы хотите увидеть, это увеличенные лимфатические узлы. Все. Вот все, что вы можете при этом МРТ получить, какую клиническую информацию. Поэтому это очень важно подчеркнуть. Не просто желательно, а действительно на сегодняшний день, если мы говорим о диагностике, о ранней диагностике, конечно, МРТ должно быть выполнено до биопсии предстоятельной железы. Мультипараметрическая. А после биопсии уже никакой мультипараметрической программе, я думаю, что не имеет смысла их говорить.